Зима – любимое время года, 11-летней Любы Политаевой. У девочки детский церебральный паралич, и каждый шаг дается ей с трудом. Зато на лыжах за счет большей площади опоры идти намного проще, чем без них. Папа лишь придерживает дочку за капюшон. Ты сколько готова кататься? Много. Сколько много? Идти в мою лыжу, я бы день и ночь каталась. День и ночь, прямо. Люба – третий ребенок талетинского бизнесмена Андрея Политаева. Именно диагноз дочки побудил его построить на своем земельном участке в селе Подстепке реабилитационный центр, который получил название «Вера, Надежда, Любовь». Андрей вложил в стройку 17 миллионов рублей. Часть этих денег – средства бизнес-партнеров и личные сбережения. Другая – банковские кредиты. Муниципальные и областные власти оказали помощь только на словах. В центре бесплатно оздоравливают детей с различными двигательными нарушениями ДЦП и аутизмом. Занятия идут три раза в неделю. Включают в себя массаж, бокс, специальную гимнастику по венгерской системе и плавание в бассейне. На каждое приходит до 20 детей одновременно. Очень нравится вода. Он счастливый, расслабленный. Учится плавать, пока еще в круге для пастрофовки, потому что еще как бы в спорном движении есть. Но все равно он уже плавает. Это очень важно, потому что тут именно бесплатно. У нас так очень много платных занятий, которые мы не получаем бесплатно. Многопеды, дефектологи. Сейчас центр под угрозой закрытия. Его создателю не хватает денег, чтобы платить по кредитам. Андрей Политаев планировал погашать займы за счет доходов бизнеса. Однако в кризис его умение строить деревянные дома оказалось мало кому нужным. Банк все-таки пошел на встречу буквально вчера. Они говорят, мы тебе продлим, делаем реструктуризацию долгой. То есть у меня было 8,5, сейчас 5,200 осталось. И реструктуризацию еще на полгода. Но это все равно же надо будет по долгам платить. Пока центр существует за счет пожертвований неравнодушных граждан. Ежемесячные траты на коммуналку и оплату педагогов составляют от 120 до 200 тысяч рублей.